Пресвятая Богородица, спаси нас! Крестный ход стартует с места, где расположен первый по течению Иркута храм, освященный в честь святителя Сафрония в селе Шаманка. Впрочем, это здание под богослужение приспособили временно. Настоящий храм только строится. Фундамент есть, скоро появится каркас. Всё не просто так, случайностей точно в этом мире не бывает. Раз святитель Сафрония, значит, есть Божие благословение на это. Наш был святой, иркутский епископ наш, святитель Сафроний, был прославлен именно строительством этого храма, чтобы молились. И он за нас молился, и мы за него молились, просили помощи его Божией. Прославит святителя Сафрония призванный крестный ход. Его маршрут от Шаманки до Иркутска объединяет три храма, посвященные третьему иркутскому епископу. Кроме Шаманки, это церкви в Шелихове и Мамонах. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, аминь! Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, аминь! Давайте мотор прокопим, чтобы... Первый раз мы пойдем на моторе, катамаран. Мы очень волнуемся. Прошлый раз у нас сломался прямо вот здесь. Сборы серьезные. В двухдневное молитвенное шествие отправились около 70 человек. 18 плавсредств. На самом большом катамаране установлена звонница. Благая весть разносится далеко над рекой, радуя и возвышая. Ирина Попова рассказывает, в крестном ходе участвует в третий раз, но впервые в таком серьезном, двухдневном. Говорит, если описывать ощущения, то это прежде всего детская радость. Детское такое доверие родителям, которые вот они, вот малышу ничего не нужно вообще в принципе. В любых условиях, если он где-то прижав плечо к папе, либо прижавшись к маме, все, ему полное счастье, полная радость. И здесь тоже. Река, она как какая-то колыбель Господня, как у Господа в руках. Звонить в колокола во время сплава может любой. Те, кто не умеет, тут же учат. Ведь колокольный звон дарит особые чувства. Все, кто касается колоколов, ощущают восторг. Независимо, на реке это происходит или в городе. Восторг, духоподъемность. И поэтому, когда мы звоним еще в таких условиях, и когда мы чувствуем, что мы создаем праздник не только для себя, но и для тех, кто с нами, и мало того, тех, кто отдыхает на берегах нашей реки, то это, конечно же, дает нам силы, мотивирует к дальнейшим успехам, к дальнейшей работе. Крестный ход сплав останавливается в селах по пути. На месте молебен, который прославляет свидетеля Сафрония. Он был епископом иркутским с середины 18 века в течение почти 20 лет. Его называют наставником монахов и собеседником ангелов. Это проповедь и обращение людей к своим истокам духовным. А селихсофрония, он находится именно в основании духовности сибирской, иркутской. Он третий епископ, он продолжатель дела святителя Иннокентия I. Он храмостроитель, он просветитель. Завершится крестный ход сплав в пятницу вечером в Иркутске. Вместе в падении Иркута в Ангару в шествие встретят колокольным звоном сразу несколько иркутских храмов. Анастасия Байдракова, Александр Барановский. Новости сейчас.